Всем привет! Мы находимся снова в Москве, около Азбуки Вкуса. Мы, кстати, наконец приехали. Говорят, здесь дорогие цены. А вот там находится Глобус Журмек, где Комяк тоже побывал и где его не очень любят. И чем, мы пока в Азбуку Вкуса зайдем? Да давай, сходим. Посмотрим. Да, честь тебя развлечений. А, во, Комяк говорил. Потому что они ананасы продают. Нельзя нарезанным продавать. Нет, ананас нарезанный, кубики. Они все равно продают. Нельзя, но это как в спаре. Ну, смотри, засовка. Короче, по Сан-Пиону нельзя продавать нарезанные овощи, фрукты, отделять кожуру. Короче, вот как я думаю, посмотрите. Они вам видят, что продают. Вот есть нарезанные. Есть свежие голуби, когда она становится кухлой. Они просто вот так вот пасуют с разными ягодами. И все. И все. Типа сорти. Кушайте? На здоровье. А вот такой, как у вас мы, кстати, в Карусели пили. А, да. Помнишь? Как он там 200 стоил? А здесь? А вот 350. Карусель 200, а то 350. До июня. До седьмого он просроченный. Чего? Зачем просроченный? До. А, да, слушай. Ты нашел просроченный кокос. Ты взяла первый товар у нас просроченный. Что, серьезно? Мы в Карусели поели. Эти нормально. Несколько кокосов поели, да? И нам еще не было. Короче, что клясть. Они отличаются даже по весу. Здесь продают под этот дуриан, да? Это вообще первое в жизни. На самом деле он должен быть в зеленом. Я не знаю, почему здесь коричневый он продает. Можете вбить в поиске в Яндоксе. Посмотрите, как это должно реально выглядеть. У нас такого магазина в городе нет. В Нижнем Новгороде, да? Нет. Манго. Оно случайно не... Вот оно мягкое. Оно подгнило. О, еда. А где у него срок годности? Смотри, цена 980 рублей. Ребят, тысяча рублей вот за эту тухлятину. Смотрите, оно черное. Оно черное. Здесь, в принципе, то же самое. Да, в общем, это обзор на азбуку вкуса. Сегодня мы здесь не будем, наверное, ничего просто собирать в тележку. Мы вам покажем небольшой обзор. Может, нормально это? Груша? Да. Это пуснятина. Но она потемнела. Так она такая должна быть, ты че? Нет. Вот какие должны, это вот зеленые. Вот. Они же из одной партии всей. Ребят. Здрасте. На камеру нельзя снимать. До свидания. Кто хочет, до свидания? Слеза на мобильник. Да, вы что? А чем отличается? А как вы запрещены? Даже приходит везда. Конституцию почитайте сначала. И закон за счастье прав потребителей. И гражданский кодекс 152. А потом будете что-то говорить. Снимать запрещенование, прикиньте. 15-й. Ребят, если вам в магазине говорят, что съемка запрещена, шлите всех на хутор. Вам это позволяет 29-я статья Конституции, пункт 4-й. Я тут стою за утретью. Они там кино смотрят. Кто кино смотрит? Телевизор смотрит. Слеза, заходи быстрее. Быстрее заходи. А то заснимем что-нибудь. А что он там может заснять? Слушай, а у них там видно все. Там тележка. Они кино смотрят? Да. А у них все видно через стекло. Через иллюминатор. Как думаешь, найдем здесь просрочку? Мне кажется, нет. Я думаю, найдем. Не, ну кокос просрочный, это да. Смотри, побежать, побежать. Как это вешеный магазин. Вообще. Честно. Мы же вроде ничего такого не делаем. Все очень вкусное. Это что? Это вкусно. Очень вкусная штука. Ребят, я что-то нашел. Это вкусно. Я не знаю, что это такое. Кто знает, напишите. Это напиток безалкогольный. Слушай. Слушай, за 106 рублей. Охранник-то что, конституцию ушел считать? Не знаю. По-моему, плесенька какая-то плавная. Может, должно чем-то найти. Любому. Ребят, я нашел воду за 600 рублей. За 600 чертова рублей. Вот эту стеклянную. Просто обычная вода. Фигню. 0,8. Кто-то пробовал такую воду. Что сказали? Она там это. Что-то там повышенная, короче, была. Жесткость что ли-то? Жесткость, и жесткость повышенная. Все, охранник ушел. Все, охранник пропал. Нет охранника. Делать что хочешь. Что, ребят, мы нашли тухлятина. Мы нашли просрочку. Наши фермы изготовлены 27 февраля до 27 мая. Мы нашли. Она одна? Чучьхева. Ты будешь чучьхевым? Азбука Пусс снова торгует просрочкой. Как Комяк это показывал. До 27 мая. Здрасте, а можно администратора? Здрасте. Кринай, с у них икра 25 тысяч рублей. Икра сестровая, зернистая. Вам нужно, да? Да, да, да. По поводу воды, да? По поводу просрочки. А, просрочный товар? Да. Икра подойдет. Ждем. Икра 100 тысяч рублей кило стоит. 100 тысяч рублей? Это 250 грамм 25 тысяч. Походит килограмм стоит 100 штук. Когда-нибудь ел черную кило? Ел. Ел? Не знаю, гад. Здрасте. Почему у вас просрочка в торговом зале? А, я извиняюсь, конечно, за такое. Я могу вам предложить, чтобы вы были аналогичные товары. Да нет, мы просто спрашиваем вас, на нюх попали ничего. Там есть такой свежий. Мы разберемся, вы можете выбрать свежий. Это будет проводиться разбирательство с продавцем торгового зала. Просто мы на ютубе столько роликов про ваш магазин посмотрели. Мы решили зайти. Пашину роль, найти его, да? Не могу сказать, не знаю. Канал тупой, комек. Я вообще могу отказаться, чтобы вы не снимали на видеокамере. Поэтому я могу вам предложить, чтобы вы были аналогичные торговые. Мне не надо. Мы приехали из другого города посмотреть ваш магазин, но за 5 минут уже нашли. Не за 5 минут. Ну, мы еще посмотрим. За 5 минут. Что это сделать у нас просроченный товар? Еще охранники снимать запрещают почему-то. Нет, мы разберемся, мы проведем это разбирательство, почему у нас в торговом зале просроченный товар. Кто бы не уследил, наверное. Рассмотрим видео, наблюдение. Действительно, это наш товар. А ему что-то за это будет? Кто-то там не уснул, не углядел? А кому и что? Не отказываюсь вообще разговаривать, потому что вы не снимали на видеокамер. Убегает куда-то. Забрала товар и убежала. Популярный магазин в интернете. Смотрите, убегает, убегает. Убежала. Раз, нет, и все, спряталась. Что происходит? Оно бежало. А, все? Надо еще найти. И еще? Третий. Первый, третий. Смотри. А если второй, что? Ну да, охранник, как в пятерочке, да? Серьезно, боже. Такие прям сразу забегали все, знаешь. Да. Ром там? Ром, пошли гулять. Пойдем. Короче, мы доказали, что в Азбеке в Кус тоже есть просрочка. И нам понадобилось минут 5. Не будем тратить время на этот. И бешеные деньги на товары, которые здесь продают. На этот магазин. Лучше пойдем по Москве будем. Пойдем. Какой у него адрес? Город Москва, Арбата, 154, корпус 2. Короче, на Арбате где-то. Мне не понравился магазин. Даже просрочку попробовать нельзя. Черня какая-то. Конечное слово давай, как обычно. Просто быстро, за 10 минут мы походили, нашли просроченный кокос. Нашли просроченный кокос. А, да, мы еще кокос нашли. Конечно. Просроченный кокос. Еще вот эту штуку сладкую, я не знаю, как она называется. Чучел. Чучел, да. И нарезанные там ананасы, вот эта всякая фигня. Нельзя подавать, на самом деле. Но им пофиг. Так что. По-любому там еще очень много продуктов. В общем, очень дорогой магазин. Как бы никому не советую просто потратить деньги в узкую и покупать за бешеные бабки. То же самое, что можно купить в обычном магазине, даже в той же пятерочке. Да, обращение к Роспотребнадзору. Вы там займитесь вот этими нарезанными там ананасиками. Всякие там фрукты вообще же нельзя там от кожуры очищать. А да, они прям пишут, нарезанные. И мы сейчас пойдем в какой-нибудь еще другой магазин. Ребят, кто корову потерял? На Арбате в Москве стоит. Сейчас зайдем в Старбакс, посмотрим сроки годности. Короче, ребят, мы зашли в Старбакс и нашли вот такой напиток. Изготовлен 27 марта до 2 июня. На 6 дней просрочка нашли в Старбаксе. Еще есть? Вот эти вот три. Да ладно. Ребят, они все до 2 июня. Они все просроченные. Хочешь бесплатно? Вот еще один, другой. Что будем делать? Стань. Косяк вообще в магазинах. Они что-то поликом торгуют. Что, тебе продали? Дай чек покажем. Ребят, Старбакс. Адрес город Москва. Арбат, дом 19. Кофейный Старбакс. 175 рублей стоит эта штука, и она просрочена до 2 июня. 6 дней назад просрочена. Будешь пробовать? В принципе, можно. Дай попробовать. Попробовать надо. Нет, может, конечно, было вот так попробовать, ты решил все-таки купить. Ну и как? Нормально. Нормально? Вкусно, кстати. 175 рублей. Сок Рич стоит, блин, рублей 120-140. А здесь все пол-литра, да? Пол-литр? Ну что, возвращать надо. Давайте вернем деньги обратно. Аминистратор. Я вошел сюда. Просрочку торгуете? Сейчас, давайте позовем еще одного конструктора. Может, на них все это просрочено? Возможно. Все надо посмотреть. Почему? Они должны же писать, когда это изготовлено, там, каком-подобное. Мне вообще пишут хоть что-нибудь. А если у вас еще один ролик взять? Да, что? Можно объединить Азбуковкуса и Starbucks. Как в один ролик. Может быть, даже в один ролик все, блин. Здрасте. А почему у вас просроченный товар на полках? Потому что на контракт нам. Вот. Вот это все просрочно и продали нам еще. Сегодня восьмое? Убирайте. Нет. Сейчас уберем. Глазово, да? Единственное. Может, просто вам обвинять. А? Можем просто вам или обвинять, или сделать Азраль. А это забирайте. Внимательно смотрите. Если захотеть, можно даже без чем. Полная хрень. Хрень? Полная. Я вот ничего вкусного не говорю. Она невкусная. Просто попробую. Это вода газированная. С лимоном. Как называется? Попробуй. Это лимонад ежевичный мохито. Знаешь, сколько это стоит? 255 рублей. Скажи, у тебя был сеньсот был вкуснее. Это был вкуснее. Попробуй. Даже просрочный. Да, вот вкуснее. Просрочный сон, да. Ты же вышли. Куда не зайдешь? Слушай, кажется, мы почаще в Москве ездят. Смотрите, а Татьян что-то написала. Это мне. Это мне. Это я. Это пишу. Это тебе написали. Я думал, Татьяна тебе написала. Обналичивание денег хотите, да? Нет. Это называется обналичивание денег. Ну, вы можете, пожалуйста, отмиршать. Вы будете. Они еще и обналичивают деньги будут. Оплата с карты, а возвращают налички. Это взятка. Закон должен на карту. Смотри, заработают. Не хотят нарушать. Че они? Чек не дают, да? Они возврат не могут сделать. Прошло 5 минут, возврат так не сделали. Давайте наличным. Так быстрее. Значит, будем обналичивать деньги. Вот так вот, ребят. Можете без всяких банкоматов обналичивать деньги. Покупайте просрочку в Старбаксе на Арбате. Вот вам деньги. Какое здесь не вкусное все вообще. Первый раз в жизни решила зайти в Старбакс. Попробовать что-нибудь такое, знаешь, вкусненькое, летнее, свежающее. Взяла себе ежевичный мохито. Но это пить вообще невозможно. Короче, ребят, херня. Пойдем дальше. Вообще, мы на Арбате. И здесь вот такой Старбакс. И там продается просрочка. Теперь им все. Знаете это. Давай еще скажем, что я не могу. Еще сказать, да? Знаешь, это на самом деле такое дерьмище. Я не знаю, как это пить. Это просто вода. Вот описываю, да? Вода с лимонным соком и льдом. Сколько это стоит? 255 рублей. Арбат мы прошли. Ребят, напишите в комментариях, какие нам магазины еще посетить. Ребят, напишите в комментариях. Вот такой салют устроил Путин. В честь нашего визита в Москву. Спасибо, Владимир Владимирович. Ребят, если вы хотите еще рейды в Москве, обязательно ставьте лайк под этим видео. И пишите в комментариях, патруль в Москве, второй сезон. И тогда мы обязательно посетим Москву еще раз. Ром. В завтрашнем видео мы проверим Кремль на просрочку. Найдем даже на Красной площади. Тухляк. Подписывайтесь на канал просрочка патруля ниже Новгорода. Ставь лайк под видео, оставляй кучу комментариев. Вступай в наш паблик ВКонтакте и Инстаграм. Всем удачи, всем пока. Ребят, я хочу эту фигню выпрынуть, я не могу ее есть. Я прямо сейчас сюда выпрыгну. Я не могу это есть. Фу на хуй. Фу. Фу. Сами пузырут. Так, опять. Опять пыльные банки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.